Могу ли я представить себе значок, который шел перед вам? Вот на пальцах. У нас сфера, это жвачки. Я ее возьму, разжую и как угодно жую, только не порву. Правильно? Ну, близко, правильно, но не совсем, нужно уточнять. Давайте начнем с двумерных объектов. В двумерном объекте, это какая-то поверхность. Например, поверхность вот этого шарика, поверхность. Это сфера, поверхность футбольного объекта. Ну, ты формулировал, который я нашел, там было про сферу как раз. Да, но кроме сферы бывают еще виды двумерных поверхностей какие-то. Какие? Какие бывают еще двумерные поверхности, которые по виду совершенно... Силитрические. Силитрические, сферы сделаю так же легко, раз, и со мной, и сфера будет. Нет, нужно какой-нибудь совсем другой. Другой, это вот бублик. Бублик, да. Бублик, крентиль. Бублик отличается от крентиля, крентиль отличается от сферы. Здесь надо формализовывать. Что значит отличается, нужно формализовывать. Ну, визуально понятно? Визуально. Есть дырка, есть две дырки. Значит, если мы потребуем, чтобы двумерная поверхность была компактной, то есть не уходила куда-то там до бесконечности, без края, то есть не было разрезов каких-то таких. И ориентируй ему, то есть ты не мог пойти по этой поверхности, и когда ты по ней долго-долго шел, на другую сторону перейти. А такое бывает. Бутылка клеена, лиск не убился. Это односторонняя. Да, то есть должна быть двусторонняя поверхность. Нормальная двусторонняя поверхность. И вот если у тебя есть нормальная двусторонняя поверхность, которая не имеет дырок, то она является сферой. Это утверждение времен Эйлера. Утверждение как гипотезы? Нет, ну ее доказали примерно 200 лет назад. Ну может быть чуть-чуть. А в чем заслуга переймана? Сейчас объясню. Заслуга переймана в том, что он перешел к трехмерным поверхностям. То же самое, только для объемных. А, поверхностям трехмерных. То есть, не двумерные уже, а мясо с мясом трехмерным. Думерная поверхность в трехмерном пространстве и трехмерное поверхность. Да, в четырехмерном, двумерном и так далее. Вот и все. Он взял и то же самое утверждение. Формулировал и доказал в трехмерном пространстве. Если есть трехмерное многообразие, то есть то, что локально мы видим как обычное наше вокруг нас. Но мы можем долго-долго идти и вдруг там вернемся, у нас сердце справа. Вот такие запрещены. Если так нету, если в нашем мире такого нет, и если в каком-то смысле нет дырок. Что такое нет дырок? Я не могу протянуть дырок. То есть я надул и лопнула, да? Ну, не совсем. Значит, что такое веревка? Берем бублик, я могу вернуть веревку и поднять его, не разрывая ничего. Вот я не приклеил веревку, нет. Он на ней висит, я не могу его снять. Он крутится по этой веревке, вот так может крутиться, как угодно, но снять я не могу. А вот здесь нет такого. Я как веревку не взял, она соскочит. Или если я внутри бублика червячком, стягиваю, и она у меня до конца стягивается. А в бублике не стягивается, она на дыроке тоже застрянет. Ну, вот, правильные слова, стягивается, да. Я могу нарисовать на бублике кривую, которую стянуть никак нельзя. Непрерывным преобразованием точно преобразовать. А на сфере в любую можно. Ну, я себе представляю как физик, поэтому у меня пример с жеваной жвачкой возник. Ну, жеваная жвачка, да. Что, как угодно, только не порви. Ну, да. Можно, да, чтобы ты выдал пузырь и стал его менять, да. Значит, трёхмерное пространство, трёхмерное, ну, как говорят математики, многобратье, то есть то, что локально похоже на трёхмерное пространство, оно может быть как бы искривлено где-то там дальше, в многомерном пространстве как-то оно искривлено. Но мы его не ощущаем в остальных измерениях, мы видим только трёхмерное пространство. Мы как жук, который по поверхности бегает, только мы трёхмерные жуки. И вот мы видим, что какая-то верёвка, да, вот так вот нарисована на этом пространстве, её не стянешь никуда, ну, как бы её нельзя вот уменьшить по размере, как вот вокруг гугликова так. Вот если этого в нашем мире нет, если этого нет в нашем мире трёхмерном, мы не знаем, может, куда-нибудь на ракете улетело, так можно сделать. Если этого нет, и если нельзя вернуться, что сердце будет справа, и если наш мир конечен, и без края, то есть нет какой-нибудь бездны, ты подходишь, бак, и всё там, ад кромешный, да. То есть везде есть пространство, в любой точке есть во все стороны, значит, куда двигаться. Если вот это всё соблюдено, то мы живём на поверхности четвёрхмерного шара. Это теорема перед Марапон Кареке. Вот и всё. Она очень сложная. И эта задача была признана задачей тысячелетия, одной из семей, насколько я знаю. Да, да. И он её решил в 2002 году. И она единственная пока из всех семей. Да, вроде бы да, вроде бы да. Гипотеза Римана постоянно где-то что-то меникает, но, как я понимаю, ничего пока разумного ничего нет. Там есть ещё две задачи из физики, там Янг и Милса, да? Да, да. Я не могу сформулировать эти задачи. И вообще ли это гидродинамических уравнений? Не равно НП, по-моему. НП, не равно НП. Ну, то есть если есть полиномиальный алгоритм проверки решения, вот у вас есть задачи, да? Параметрическое семейство задач. Но мы можем говорить, что вот такие вот задачи, которые решил, которые, например, такие как, которые решил Кариман, вот это и есть вот применение той же самой роли математики в мире вообще. Ну, это про мир, безусловно, это какие-то глобальные вопросы мира. Ну, что ещё, как не, например, вопрос о простых близнецах, можно считать глобальным вопросом мира? Из теории простых чисел. Да. Вот бесконечно-неконечно-неконечно. Единицу стоят вот определенных точек. Нет, которые просто на два стоят друг от друга. Шесть от один и пятьдесят девять. Вот таких пар простых чисел. Бесконечно-неконечно. Что может быть глобальнее? Кто-нибудь скажет, что мы все сумасшедшие, да? Кому это нужно? Да, все, кто-нибудь скажет, что кому это нужно. Но математик, ну, понимает эту проблему как, там, одну из глобальнейших вопросов мира знаний. Если… Ну, это же прямо от Бога. Бог создал натуральное число, да? Остальное дело у человеческих. Если в воле обывателя я выхожу на улицу, то я математику дальше арифметики не вижу. Потому что себя считают только в магазине. Да, но дальше… Это первые несколько классов. Вы когда-нибудь замок открывали? Я, когда открывал замок, вы видите, я простые числа не принял, хотя я уже знал тогда… Ну, надо понимать, что… Надо понимать, что у них он использует, они используют. Если человек начинает задумываться, то простые числа очень быстро. Человек задумывается, он все-таки ищет иногда и более простые решения. А нельзя ли этот замок открыть с помощью стамески? Я вижу, смотря какой замок. Когда есть задача поставить код, настоящий шифр сделать там… Если задача считает глобально, да, для военных… И все, и у вас здесь вся математика, теория делимости и простые числа. Просто вопрос воображения. Человек может не видеть вокруг себя математику, но это не значит, что у него нет. У вас есть какая-то задача? Задачка? Я могу ее рассказать. Правда, прошло… Прошло тут по интернету, что ее якобы решили, но я потом, значит, не видел подтверждения. Про Пифагоровые треугольники все знают. Наверное, да? Ну вот, например, три, четыре, пять. Прямоугольный треугольник с целыми сторонами. Или можно сказать еще так, прямоугольник, у которого стороны целые и диагональ тоже целая. Вопрос. А существует ли Пифагорова комната? То есть, вы заходите в какое-то помещение, измеряете у этого помещения… Оно прямоугольное. Измеряете длину комнаты, ширину комнаты, высоту комнаты, диагональ вот этой вот стенки, диагональ вот этой стенки, диагональ пола, и самую длинную диагональ, которая идет из угла в угол, главную диагональ. И оказывается, что все семь чисел целые. Возможно ли такое? Я все время шучу со спальниками, что если найдется такая комната, то в ней можно будет, открыв ее, открыть доказательства всех вообще теорем. Они там лежат, как сокровища. Всех неизвестных фактов. В Пифагоровой комнате лежат доказательства всех неизвестных фактов. Ну, это, конечно, ерунда, но сам вопрос очень интересный. То есть, не считая каких-то еще не проверенных публикаций, никто не знает, существует такая комната или нет. Хотя мне прислали там в какой-то момент совсем уж последних лет, где что-то там типа доказательства, но я не слышал о том, чтобы его проверили и подтвердили. То есть, до сих пор никто не знает, можно ли подобрать такие стороны прямоугольного параллепипеда целые, чтобы целыми оказались автоматически еще четыре длины, а именно вот эти вот диагонали и главные диагонали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова